Всем огромный привет! Сегодня я хочу вам показать, как правильно и быстро почистить шампиньончики. Посмотрите, как он беленький. Если его намочить и промыть водой, то он очень много впитает влаги и будет очень плохо жариться. Берем шампиньончик, отрезаем ножку лишнюю и поддевая вот здесь вот шкурочку, вот так ее отрываем. Все очень легко, просто и быстро. Вот таким образом мы сейчас почистим вот эти шампиньончики, белые грибочки и будем жарить. А если их намочить, то будет очень много воды и они получатся не так хрустящие, будут такие, знаете, какие-то клёклые, водяные, не очень вкусные. Смотрите, беленький, красивый, чистый грибочек. Я их нарезала достаточно крупно, смотрите, и сейчас будем их ложить в масло, но обязательно, чтобы масло раскаленное было, вот такое вот, видите, как шипит. Жарим вторую порцию специально двумя порциями, чтобы каждый грибочек прожарился. Вот такие получились румяные, красивые. И перекладываем на бумажное полотенце салфетку, чтобы масло немножко ушло. Я солю уже готовые грибочки, как пожарила, я их солю. Перекладываем в красивую дозу и подаем к столу соусом. На этом хотела с вами попрощаться, но решила показать, с чем мы будем кушать сегодня эти грибочки. Чтобы масло было ароматное, я обжарю чесночок и розмарин. Сюда добавлю уже заранее отваренную картофель, вот такая у нас небольшая, и обжариваем до золотистой корочки. Аромат просто сумасшедший. Очень вкусно пахнет. В сочетании с розмарином, с чесночком. Очень вкусненько. Параллельно я сделала уже соус. Сметана с чесночком. Можно просто какой-нибудь томатный соус. Вот такое получилось у нас блюдо. Подаем его соусом. Очень красивое и аппетитное, на мой взгляд. Посмотрите, какая картошечка получилась. Сверху она румяная, хрустящая, а внутри очень мягкая. Благодарю всех за просмотр. Всем пока-пока.